Природа подарила нам столь много драгоценных камней, что порой на глаз отличить один кристалл от другого ну просто невозможно. Неоднократно бывали случаи, когда один минерал принимали за другой, а в итоге открывали новый, ранее никому неизвестный самоцвет. Здравствуйте! Вы на канале Ювелирного дома Максим Демидов. В этом выпуске мы покажем камни, которые похожи друг на друга, как две капли воды. А сможете ли вы отличить один самоцвет от другого, глядя только на цвет кристалла? Хотите проверить? Тогда смотрите этот выпуск до конца. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш ютуб канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео о самых редких природных минералах. Существует более ста видов зеленых камней, которые различаются по оттенкам, прозрачности, физико-химическим характеристикам и цене. Но самый известный зеленый камень – это изумруд. Он веками использовался в качестве вставок в ювелирные украшения и был любимым кристаллом Клеопатры. Чистый, прозрачный, с равномерно распределенным насыщенным зеленым цветом – именно такой изумруд считается одним из самых желанных камней среди коллекционеров, ювелиров и современных модниц. Но найти такой самоцвет – большая удача, ведь особенность изумруда – наличие большого количества включений. Природные несовершенства делают камень хрупким, и именно поэтому мастера для создания высокохудожественных ювелирных изделий отбирают только самые качественные кристаллы. Нередко минералы обрабатывают и заполняют трещины, чтобы повысить прочность камней и сделать цвет более насыщенным. А теперь посмотрите на эти зеленые самоцветы. Знаете ли вы, как они называются? Напишите в комментариях. Впервые эти зеленые камни обнаружили в 1967 году в Танзании. Название самоцветы получили в честь первого месторождения – национального парка Цава в Кении – Цаварит. А за внешнее сходство с изумрудами их так часто и называют африканские изумруды. Но разница между зелеными кристаллами все же есть. Яркий и живой камень с насыщенным зеленым оттенком Цаварит – разновидность природного граната-грасуляра. Его редко можно встретить крупнее, чем в 5 карат, а после огранки его вес часто не превышает и 2 карат. Хоть Цаварит и относится к семейству гранатов, а изумруд к семейству берилов, их оттенки очень близки. Но в отличие от изумруда, Цаварит содержит гораздо меньше включений, а иногда может быть и безупречно чистым. Цаварит в природе встречается гораздо реже изумрудов, поэтому и ювелирные украшения с зелеными гранатами – большая редкость. Мастера ювелирного дома Максим Демидов очень любят работать с Цаваритами. Камень легко подается огранке, не трескается и не требует облагораживания для улучшения цвета. Ни один камень не обладает столь насыщенной гаммой и цветовыми комбинациями, как турмалин. А зеленые турмалины считаются самыми благородными, хоть и встречаются чаще, чем другие. Это еще один самоцвет, который можно спутать с изумрудом. Зеленый турмалин обладает густозеленым цветом, стекловидным блеском и прекрасно переливается на солнце. Гемологи говорят, что благодаря этим свойствам турмалин легко можно отличить от изумруда, ведь уровень переливания света у зеленого турмалина намного выше. Драгоценные камни синих и голубых оттенков отражают сразу две стихии – воду и воздух. Они будто олицетворяют красоту морской глади и небесной выси, которые вызывают умиротворение и гармонию в душе. А вы знали, что сапфир и танзанит – это два самых популярных самоцвета синих оттенков? Теперь попробуйте угадать, где здесь сапфир, а где танзанит. Внешне камни очень похожи и неискушенному глазу будет крайне сложно различить их. Сапфир был известен миру с незапамятных времен. На протяжении всей истории этот кристалл любили и почитали члены королевских семей и знати. Танзанит же обнаружили сравнительно недавно, в середине 20 века. И хоть он не имеет такой долгой истории, как сапфир, но благодаря цвету быстро вошел в круг элитарных камней и стал символом элегантности, статуса и высокого стиля. Цвет танзанита может варьироваться от ультрамаринового синего до светло-фиолетового. Но самые желанные камни те, которые демонстрируют разную окраску в зависимости от угла зрения и освещения. Эффект плеохраизма завораживает отцветами, которые напоминают синее летнее небо, лиловый закат и лавандовые поля. Танзанит считается более редким камнем, нежели сапфир, поскольку его находят только в Танзании. Сапфир тоже считается редким камнем, но его добывают практически на всех континентах нашей планеты. Королевский синий корунд не обладает плеохраизмом, но в его обворожительном синем цвете можно надолго затеряться. Сапфир считается одним из самых дорогих камней. Максимальная стоимость за карат может достигать 300 тысяч долларов и, конечно, позволить себе украшения даже с небольшим синим корундом может далеко не каждый. Драгоценные камни голубых тонов тоже очень желанные среди любителей прекрасного. Взгляните на эти два самоцвета. Один из них аквамарин, а другой топаз. Сможете отличить их друг от друга? Голубой топаз и аквамарин настолько похожи внешне, что отличить их практически невозможно. Просто взглянув на них, оттенки аквамарина могут варьироваться от насыщенного голубого и сине-зеленого до почти полностью прозрачного. А вот топазы бывают разных оттенков. Коричневые, желтые, красные, бесцветные. Но самый желанный цвет топазы, конечно же, синий. Однако в природе топазы с такими оттенками встречаются очень редко. И чтобы получить столь желанный цвет, природные камни принято облагораживать. На ювелирном рынке можно увидеть три оттенка топазов. Sky Blue, Swiss Blue и London Blue. Хоть у топаза показатель преломления немного выше, оба камня могут великолепно сиять и переливаться в лучах света. Однако, чтобы до конца понять, где топаз, а где аквамарин, гемологи используют специальные приборы. Они проверяют самоцветы на твердость, плотность, преломление света и другие характеристики. Драгоценные камни красных оттенков словно эликсир любви, символизируют страсть, женственность и неуемную энергию. Их соблазнительные цвета и завораживающий блеск, будто искры, которые придают украшениям шарм. Внимательно вглядитесь в эти два самоцвета. Сможете угадать, где здесь рубин, а где гранат? Быстро отличить один камень от другого практически невозможно. Кстати, знали ли вы, что в древние времена абсолютно все красные камни именовали рубинами? Сейчас же с помощью специальных приборов гемологи без труда с точностью до 100% скажут, где какой камень. Ведь они прекрасно знают, в чем разница между двумя похожими внешне самоцветами. Главное отличие – способность красного коронда преломлять солнечные лучи, превращая их в зажигательные искры. В ювелирной среде ярко-красные рубины ценятся наравне с бриллиантами, а то и выше. Для граната характерно приглушенное свечение. Однако такой метод проверки камня считается недостаточно надежным, поскольку рубины с совершенным блеском встречаются нечасто. Чтобы отличить один самоцвет от другого, все же лучше обратиться к профессиональному гемологу. Украшения с пурпурными самоцветами добавляют нотку изысканности и элегантности повседневному или вечернему образу. Однако по сравнению с другими оттенками, минералов фиолетового цвета не так много. Пожалуй, самый известный фиолетовый камень – это аметист. Но сможете ли вы отличить его от другого, не менее красивого камня – кунцита? Цветовая палитра кунцита варьируется от персиково-розового до лилового. Именно такие лиловые кунциты можно принять за аметисты. Кунцит – это редкая разновидность минерала спадумен. Необыкновенный минерал встречается всего в нескольких уголках нашей планеты и попал в поле зрения гемологов относительно недавно – в конце XIX века. Отыскать ювелирное украшение с кунцитом – большая редкость. И дело здесь не в том, что его сложно найти в природе, а скорее в структуре самого кунцита, ведь работать с ним могут только мастера экстра-класса. Ювелиры отмечают, что кунцит невероятно сложно подается огранке и из-за одного неверного движения может расколоться. Представляете, какая колоссальная ответственность лежит на плечах мастера? Аметист – это кварц, цвет которого варьируется от розово-сиреневого до темно-фиолетового. И залежи этого фиолетового самоцвета разбросаны по всему миру. Украшения с аметистом часто встречаются на ювелирном рынке в любом ценовом сегменте. Чем больше и чище камень, чем насыщеннее его цвет, тем он дороже. В сокровищнице ювелирного дома Максим Демидов вы можете найти драгоценности самыми чистыми и крупными природными камнями со всех уголков земного шара. Спасибо, что были с нами. Обязательно смотрите и другие видео на канале Максим Демидов. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылки на них вы найдете под этим видео. До встречи в новых выпусках. До встречи в новых выпусках.